Ашат Саутееву можно назвать опытным добровольцем, ведь она была в этом движении еще в те времена, когда волонтеров называли тимуровцами. Поэтому она знает не понаслышке, какая это трудная работа и насколько необходима поправка о волонтерской деятельности в Конституции. Ведь новый пункт закрепит важность добровольческого движения и позволит государству системно на постоянной основе оказывать ему помощь. Поддерживалась вот как-то в какой-то части в наше детство, в нашу юность. А сейчас вот еще оказание материальной помощи, в смысле поддержка вот этих волонтеров, какую-то денежную компенсацию, вот уже сейчас какие-то подправки. За время пандемии, когда волонтерам, которые помогали, находились, им какое-то пособие это выплачиваться будет. Это тоже очень радует, потому что рискуя многим, рискуя заболеть, невзирая на все это, молодые люди выходили там. Я отношусь положительно, как каждый гражданин, наверное, нашей страны. Думаю, нужно пойти и отдать свой голос. Еще одни поправки, вынесенные на общероссийское голосование, это изменения в статье 68 и 69, защищающие культурную самобытность народов, а также закрепляющие за государством охрану культурного наследия. Вот эта статья, она дает нам право сохранить, приумножать богатство нашей Родины, сохранять памятник из отчества нашего, сохранять и приумножать наш язык, чтобы он не вышел, сейчас, как мы знаем, он на нищей стадии, чтобы он более был высок. Поэтому мне кажется, что за поправки Конституции люди должны голосовать, должны прийти на эти выборы, потому что этим самым мы сохраняем жизнь свою, нашей страны, наших детей, как я сказала. Право на доступную, а главное, качественную медицину. Поправку в 72-ю статью, предложенную президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем, поддержал сам Владимир Путин. Эту статью многие жители республики тоже считают одним из важнейших аспектов законодательства страны, ведь здоровая нация – это прежде всего здоровая страна. Право за каждым гражданином на доступную и качественную медицинскую помощь и создание условий для введения здорового образа жизни. Для меня это является очень важным. И внесение, так как мне кажется, в Конституцию данной поправки полностью, всецело поменяет подход государства. В числе изменений, волнующих большинство жителей страны, и 75-я статья, согласно которой, мрот не будет меньше величины прожиточного минимума. Ведь человек труда – это опоры не только своей семьи, но и народа. А значит, любой труд должен достойно вознаграждаться. Мне ближе всего поправка к статье 75 – защита прав трудящихся. Ведь защита прав трудящихся – это основной фактор благосостояния государства, народа. Так как я являюсь гражданином этого государства, мне важно принять участие в выборах. И я буду голосовать. И рекомендую всем отдать свой голос. До общероссийского голосования осталось всего ничего – чуть больше недели. А значит, у простых сограждан еще есть время ознакомиться с полным списком предлагаемых поправок. Чего не скажешь о работниках избирательных комиссий. Для них горячая пора уже, можно сказать, началась. Они вовсю заняты подготовкой к предстоящему голосованию. К примеру, в Малгобегском районе в 12 сельских поселениях района образовано 23 избирательных участка. Всего избирателей в Малгобегском районе зарегистрировано на 1 января 32 853. Голосование будет проходить в 7 дней. То есть с 25 июня по 30 июня с утра до обеда участковая избирательная комиссия будет проходить голосование. А после обеда участковая комиссия будет выезжать вне помещения, то есть на дом, тем, кто изъявил желание голосовать у себя на дому. И 1 июля с 8 до 8 все участки будут открыты. К слову, с 16 по 21 июня пункты приема заявлений открыты во всех УИК. Услуга удобна для тех граждан, которые зарегистрированы по одному адресу, а в день голосования будут находиться в другом месте. Стоит отметить, что главное в предстоящих выборах – это безопасность. Поэтому во всех избирательных участках будут предусмотрены меры – дезинфекция, социальная дистанция, вход и выход через разные двери. Главное – это же, конечно, сохранность здоровья наших избирателей. И безопасность будет на должном уровне. Каждому избирателю будет вручен индивидуальный пакет. Это маска, перчатки и индивидуальная ручка для каждого избирателя. Также предусмотрены меры безопасности для членов участковой избирательной комиссии, тоже соответствующие маски, дезинфицирующие средства. Также при входе на избирательный участок, каждому избирателю будет измеряться температура. Сделать правильно, а значит осознанный выбор, ответив всего на один вопрос. Голосование начнется уже со следующего четверга и продлится неделю. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.